рад вас приветствовать на своем канале и в который раз мы отправляемся на тихую охоту надеюсь нам сегодня повезет смотрите друзья утро уже не ранее с 28 такой туман густую я сейчас как ёжик здесь буду лазить сейчас на термометре 12 градусов тепла к обеду обещают до 20 вот прогуливаясь на таком участке смешанного леса вблизи болотца кто-то трещит ветками обнаруживаю белый гриб посмотрим не червил ли он так еще сидит плотно такой уже не молодой конечно ну интересный сейчас я срежу ножку посмотрю возьмем его вот решил зайти вблизь лежащий молодой осенник но тут уже видите тропы такие прям вытоптано все грибы сбитые лежат ухты ё-моё это шуток вы это же белый гриб такой здоровый ну прям на тропинке растет не знаю что и сказать ничего себе никто же не нашел такой уже ну прикольный так весит неплохо большой сейчас проверим на радость он совершенно чистый крепкий короче повезло смотрите сразу четверть ведра заполнили белые два ну что ж ищем дальше день начинается неплохо в метрах наверное двух с половиной я обнаруживаю его родственника растет тоже его очень плохо видно ну что значит уже тот того то видно было вообще надо быть слепым чтобы его не увидеть тропинки растет видите они уже отходят такой он пахнет конечно хорошо но не такой чтоб молодой ничего он годный и вот уже у нас три беленьких на входе в лес солнышко уже поднимается выше вот вот эти белые грибы я нашел в таком месте которое я постоянно обходил вот не заходил я туда думал нет там ничего сейчас вот решил типа тем местам куда я не заходил всегда обходил их вот такие вот маленькие синячки вот клочки леса среди степи скажем так буду сейчас проверять и и вот зайдя в этот клочочек леса я увидел подберезовик я еще с детства знаю что в таких вот участках подберезовички любят расти он тоже уже не молоденький я его наверное брать не буду хотя крепкий вроде бы грибок ладно возьмем посмотрим посмотрите как хорошо здесь маховикам вот они такими семьями здесь плодятся вот там под лежащими ветками березы но мне маховики как-то не очень понравились в прошлом году мы их замораживали уже в отваренном виде и готовил такой какой-то нейтральный вкус они имеют может после такой обработки они конечно хороши тем что их чистить особо не надо помыл дай да и все скажем так грибы не высшей категории проверю вот этот вот клочочек леса а вдруг что мы с вами здесь нашли мы здесь с вами нашли плотно вытоптанные тропы будем продвигаться дальше ну вот все таки интересное тут что то есть белый маленький но он таким вот и собрался умирать он чистенький конечно же мы его возьмем уже листьев нападало вот и рядышком торчит его подельник белый гриб тоже вынужден вас задержать вы обвиняетесь супер классном аромате и неповторимом вкусе тоже чистенький и хорошенький вот видите посещение таких островков леса довольно результативно может быть вот только я приблизился к очередному такому клочку леса и сразу же меня встречают вот эти вот прекрасные 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 этот червилый это тоже я вас уже прекрасными назвал и этот вот один бы попался все маслята червилы ну будем искать краще и доли поглубже залез и хоть что то приятное показалось вот подосиновичек молоденький такой чистенький подосиновик вот маслятки вроде молоденький ну да хороший как прекрасно посмотрите просто покажу вам для начала вот растет подосиновик идем дальше и видим подберезовики сразу по 4 подберезовика ну хорошее местечко тут вот мы видим их здесь очень много просто есть такие вот ну это старый совершенно погрыженный оставим рядышком растет молоденький его мы конечно возьмем парочек ну таких уже стареньких жаль что я об этом месте узнал уже когда грибы находятся в пожилом возрасте ну на следующий год буду обязательно проверять эти места и вы видите я пришел они меня не дождались состарились так то они чистые ну губка вот такого вот вида не знаю жалко конечно буду брать только молоденькие вот тут же залез на ветку стою балансирую и увидел вон смотрите какой белый торчит большой ну уже тоже наверное в возрасте чуть-чуть его кто-то подгрыз сейчас посмотрим нет он хороший он хороший вот у белого была вся ножка поражена червями но вот ножку и срезал и он оказался довольно таки чистым чистым шляпку мы возьмем осмотревшись здесь видим вот такие красноголовики сейчас посмотрим как они себя тут чувствуют их тут парочка с белыми губками такой как я люблю вот этих красавцев мы конечно же возьмем а старые такие вот подозрительные сомнительные оставим здесь все таки есть из чего выбрать и даже на тропах мы видим как раз так вот такие вот большие подосиновики белые ага вот он откуда же берет свое начало зачетный гриб правда такой необычной формы о а он еще дальше растет тоже не маленький убираем ветку да это такой большой а к нему вот какой-то прилип неизвестный мне гриб мы его ампутируем подосиновик конечно действительно зачетный чистый хороший ну конечно большие грибы занимают много места одарила меня это невзрачное болотце никогда даже в его сторону и не смотрел чтобы туда пойти проверить вот так и с людьми друзья смотришь человек вроде бы такой неказистый а внутри он прекрасен это я про себя вот друзья я вернулся в знакомый участок леса там где я обычно нахожу белые грибы меня здесь она встречает вот такое набилие маслят маслята уже не молодые но их тут много сейчас я их буду проверять ну почему же они довольно хорошие не червилые я их буду собирать в отдельный пакет вот под дубочком они здесь расположились таким семейством и здесь все хорошие на одном месте сколько можно их нарезать вот я вижу первый такой радующий глаз бугорок и конечно же здесь белячок красавец нужно здесь внимательно смотреть под молодыми дубками между этими старыми соснами кто помнит в прошлых роликах я здесь находил много белых оставим этот грибочек здесь и вот как я и говорил под молодыми дубками мы видим два вот таких вот белых красавца вот один вот другой ух ты там не видно было сливается смотрите какая шляпа большая старый старый уже даже даже не знаю сейчас разрежем посмотрим смотрим а тут сыроежка вон там стоит ведро и вот видим еще один беленький любитель молодых дубков здесь я был совсем недавно может быть дня четыре назад и вот вот такой урожай видно что они уже отходят этот белый уже червивый грибы какие-то стали червивые думаю это связано с тем что потепление у нас такое конкретное ну этот еще ничего вроде 20 градусов как летом ну летом конечно жарче вот когда было 13 грибы все были чистенькие вот эти чистенькие 4 грибочка вот посмотрите старая сосна такая и под ней травка зеленая и дубочки молодые вот это вообще идеальное место для белых я считаю тут еще так не жарко тенечек но пока только вот сыроежки встречаются сыроежки но вот вижу кто-то своей шляпой приподнял иголочки такой вот молоденький белячок видите я же говорил и вы берите на заметку ориентируйтесь по таким местам также также вот здесь видим такой пожилой гриб вот он уже вокруг него если видно вам коричневая пыль такая это он споры уже своих посеял посмотрите сколько червей там кишит гусеницы какие-то вот под ним росли под ним жили вы видите что это что это такое какие-то гусеницы но к удивлению к моему вот сам гриб чистый он старый я его конечно брать уже не буду ну пускай и рядышком видим молоденький величок прямо в траве растет его можно увидеть только находясь в непосредственной близости опа отпал кусочек вот это друзья польский смотрите как интересно вот это мой чуть ли не любимый гриб это рыжик видите его мы положим ведро чтобы не поломать он хрупкий место которое любят белые переходим к осмотру болота не успел не успел я зайти в болото как увидел вот такой вот белый тут рядом много сыроежек посмотрим что этот гриб собой представляет довольно неплохой гриб богатырь ножка чистая отличный белый заходим с вами в это уже по-настоящему золотое болото вот кто меня здесь встречает мои ненаглядные прям вот тут съели одного один вот дожил до преклонных лет пока я за ним пришел здесь нужно внимательно смотреть вы видите они успевают состариться то ли вы их сохнуть на солнце дождя давно не было спасает вода в болоте полезла змея вон пусть уползает так вот очень приветливые грибочки сразу вышли семьей ко мне навстречу вот еще такой мальчик вот в этой травке я всегда нахожу и вот они тут и есть даже такой вот уже большой ух ты как красиво я сейчас забуду свое ведро и убегу и вон вдалеке вижу надо переместиться сюда эти пусть тут полежат подождут показать вам вот эту красоту подожденная вот таким образом на колесах лезем продвижения подстали мы уже трогать не будем мы лезем за вон тем молоденьким мелок у нас была очень маленькая рядом люди ходят хочу привлекать внимание старые уже не полюбуйтесь на эту красоту а вот как спрятались хорошо какой толстоногий смотрите какой богатырь уже кто-то лазит прошел отряд грибников но мы свое возьмем пропустили отряд прошел мои грибы не он оставил вот рядышком с болотцем растет такой дуб и под дубом мы видим польский гриб это польский как по мне он также хорош как и белый просто он синеет вот если на срезе на губки при нажатии прямо издалека видно красноголовик итак я закончил обход болотца вот это уже будет завершающий грибочек по ряду причин не получилось показать каждую находку одна из них это то что садится батарея на камере вот мы покажу вам результат вот такие все красавчики молоденькие крепенькие ну вот друзья сегодня я так продуктивно погулял по лесу кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч Продолжение следует...